МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где бы мы ни находились, как далеко бы не забросила нас судьба, мы знаем, что у нас есть дом. Место, где все привычно и понятно. Место, где нас всегда ждут. Пусть он сейчас далеко, пусть до него тысячи километров, но мы знаем, что он есть. И теперь нам предстоит путь. Самый приятный путь. Путь домой. В Россию. Нижегородская область. Пожалуй, ни один другой регион Поволжья не играл в российской истории столь важной роли. Собранное здесь ополчение в 1612 году помогло покончить с периодом смуты и польской интервенции. Нижегородская ярмарка, действующая и сегодня, долгое время была главным торговым центром страны. Здесь уважали звонкую монету, купеческое слово и удивляли публику чудесами техники. Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Кремль, стоящий в точке слияния Оки и Волги, всегда полон посетителей. Между богато украшенными церквями и старинными особняками на центральных улицах можно прогуливаться часами. Вместе с тем, столица Поволжья до сих пор остается одним из крупнейших индустриальных и научных центров страны. Здесь развит автопром, информационные технологии, авиастроение и народные промыслы. С 2009 года Нижегородская область участвует в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион, благодаря программе, переехали около полутора тысяч человек. А ради чего они это сделали? Как решили вопрос с жильем? Смогли реализовать себя, найдя интересную работу или стоят на учете в службе занятости? Оправдались ли их надежды на лучшую жизнь? Ответы на эти вопросы нам дадут семьи, которые в разное время поставили перед собой одну цель – вернуться домой, вернуться в Россию. Елена и Сергей Удачины до 2013 года жили в городе Тимиртау, Казахстан. Переехали в Нижегородскую область, как только узнали, что Россия заинтересована в возвращении соотечественников. Воспитывают дочь и сына. Неграмы мы не жалеем, потому что, как говорится, вообще здесь предки от прадеда и дальше. Каждый человек должен жить на своей земле. Утро Сергея Удачина начинается с поездки по ВЫКСИ. Сергей встает раньше большинства горожан, ведь именно ему приходится доставлять их на работу, подвозить в течение дня и помогать добраться домой вечером. В 15 лет я работаю и нравится, потому что я в другом деле себя не вижу больше. Сергей – прирожденный водитель. В Казахстане он работал на собственном автобусе и был индивидуальным предпринимателем. По сути, хозяином самому себе. Надеется, что через некоторое время таких же успехов добьется и в России. Только вот дом нужно сначала в порядок привести. Елене Удачиной этим утром, наоборот, не нужно спешить на работу в детский сад. Ее смена начинается во второй половине дня, и свободное время Елена может посвятить семье и домашнему хозяйству. Дело хлопотное, зато летний салат, картофель и окрошку всегда можно приправить свежей зеленью. Елена и Сергей Удачины надеются, что уже в этом месяце отпразднуют получение российских паспортов. Ускорить этот процесс с нескольких лет до нескольких месяцев супруги смогли, став участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Заявление подали уже после переезда. Про программу переселения мы знали в Казахстане. Мы следили за тем, что когда эта программа откроется в Иксе, так как уже планировали поехать именно в этот регион. И узнали, конечно же, мы из средств массовой информации, из интернета, очень прямо следили. И вот именно открытие вот этой программы постоянно муж заглядывал на интернет-страничку ФМС Нижегородской области, когда же она начнет работать. Стать участником программы несложно. Если вы уже находитесь в России и имеете разрешение на временное проживание или вид на жительство, нужно обратиться за консультацией в территориальный отдел ФМС России по месту проживания и связаться с уполномоченным органом в субъекте, в который хотите переселиться. Тем, кто живет за границей, необходимо узнать, где находится ближайшее российское представительство и обратиться туда. Для участия в государственной программе достаточно написать заявление и при подаче приложить к нему копии и оригиналы необходимых документов, удостоверяющих личности переезжающих, а также некоторые дополнительные документы. Все подробности можно уточнить на сайтах ФМС России, Минрегиона России, МИДа России. Любой человек, который сюда приезжает, для нас благо. Особенно если он приезжает с хорошей профессией, с детьми, оседает здесь, и уже ясно, что он это выбрал как место в своей дальнейшей жизни. Действие программы не ограничено временными рамками. Кроме того, осенью 2012 года вышла ее обновленная редакция. Стало меньше административных барьеров для соотечественников. Многократно увеличился размер подъемных для территорий приоритетного заселения. Расширен список участников программы, которые могут переехать все вместе. Раньше это могли быть только супруги с несовершеннолетними детьми и своими родителями. Сейчас вместе с заявителем в Россию могут приехать братья, сестры, дедушки и бабушки, а также усыновленные дети. С тех пор, как в Нижегородской области была принята новая редакция программы, число населенных пунктов, куда могут приехать переселенцы, стало заметно больше. Теперь это Нижний Новгород, Бор, Городец, Выкса, а также некоторые сельские районы. Например, супруги Кунцевич из Казахстана выбрали для себя утопающие в зелени старое кстово. Здесь и воздух чище, и до столицы Поволжья рукой подать. Ирина и Виктор Кунцевич до 2013 года жили в Павлодаре. Переехали в Нижегородскую область вслед за старшим сыном, который стал участником программы на год раньше. Нам очень повезло здесь с соседями. Нас очень доброжелательно встретили. Очень хорошие отношения. И первый год нам соседи тут помогали, предлагали кто огурчиков, кто картошечки. Как бы очень доброжелательно. Счастливая история возвращения Ирины и Виктора на историческую родину на самом деле была чем-то похожа на бегство. За год до поступления в школу их младшей дочери Полины оказалось, что подготовка ребенка в детском саду к учебе включает в себя пять часов казахского языка и всего два русского. Она ходила в садик и постоянно, ну там у нас все праздники, все шло на казахском языке. Этот язык, к сожалению, ей не дается. Понимая, что в семье, где на казахском никто не говорит, ребенок не выучит этот язык, Ирина и Виктор решили податься на историческую родину. Переезд наметили на лето 2013-го, чтобы успеть к началу учебного года. К этому времени их старший сын уже работал и жил в Нижегородской области. Так что с выбором региона вопросов не возникло. Вообще еще ничего не перевозили, у нас все там стоит. Мы, в принципе, так с чемоданами, можно сказать, переехали чисто налегке. Все, что у нас было, машина, жилье, дача, все продали, гараж. Собранных денег хватило на дом с небольшим участком. Сейчас здесь полным ходом идет ремонт. Взрослые делают летнюю веранду и пристраивают несколько комнат к дому, чтобы с комфортом разместились две семьи с детьми. Ну, квартира, это как-то считается, что замкнутое пространство. Там сильно как-то не разбежишься в своих творческих планах. Там вот четыре стены, и все дальше балкона куда-то. Так все, ты ограничена. А тут, пожалуйста, тут и огород у тебя, тут и можно на своей территории делать все, что угодно. Хочешь мастерскую, строи мастерскую. Хочешь бассейн копать, копай бассейн. Семья у дачиных тоже находится в процессе ремонта. Когда переезжали, здесь были только стены и крыша. Достраивали все своими силами. С женой вместе она мне помогала. Всю планировку сделали, свет провели, газ провели. В общем, запустили, что можно жить в этом доме. Это мы все запустили. И сейчас все остальное уже получается, как про между прочим. Будет возможность, допустим, деньги будут появляться. Мы делаем ремонт. В ближайших планах у семьи поставить новый забор. Купить материалы у дачины планируют на подъемные от государства. В большинстве регионов эта сумма составляет 20 тысяч рублей на участника программы. И по 10 на каждого из членов его семьи. Также государство компенсируется отечественникам расходы на билет эконом-класса в случае авиаперелета, либо на проезд в купе, если речь идет о прибытии поездом. Расходы на автобус также будут компенсированы, если переселенец воспользовался регулярным автобусным маршрутом. Кроме того, семья может возместить затраты на доставку к месту проживания одного или нескольких контейнеров с имуществом. Чтобы вернуть потраченные деньги, достаточно предъявить в ФМС оригиналы проездных документов и написать заявление. Срок его рассмотрения не превышает 10 дней. Необходимую сумму переведут на пластиковую карту или счет в банке, как только деньги поступят из федерального бюджета. Есть и дополнительные преференции как на федеральном, так и на областном уровне. В рамках мер социальной поддержки определена единовременная выплата. Ее размер 5000 участнику программы и 2000 рублей каждому члену семьи. Для того, чтобы получить эту выплату, соотечественнику нужно обратиться в управление соцзащиты той территории вселения, на которую они переехали. Кроме этого, для помощи соотечественникам в трудоустройстве в программу заложены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и переобучению соотечественников на период до получения имени гражданства. Впрочем, для большинства семей соотечественников помощь государства определяет далеко не все. Важнее жить на родной земле, в окружении людей, которые тебя понимают и всегда готовы помочь. Я родом сама из России, но 37 лет прожила в Казахстане. По семейным обстоятельствам в 1976 году переехала с маленьким ребенком туда к сестре. И так там прожила много-много лет. Но постоянно на протяжении всех этих лет тоска о родине меня не оставляла ни на мгновение, ни на минуту. Несмотря на то, что удачен им в Иксе совсем недавно, здесь им нравится намного больше, чем в казахстанском Тимиртау. Первое, что их порадовало – чистый воздух. Дышится совсем по-другому, полной грудью. Прекрасный сон, общение такое с природой. Тут-то и лягушки квакают, и кукушки кукуют, и птички, пение такое. Радуется душа. При этом в Иксе находится крупный металлургический завод, основанный еще в середине 18 века. Сегодня это крупнейший в России производитель труб большого диаметра. Он обеспечил строительством нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», газопроводов «Северный и Южный поток», а также и «Баваненково-Ухта». Предприятие также выпускает колеса для скоростных поездов и высокопрочные стальные листы, которые востребованы во всех металлоемких производствах – от автомобилестроения до атомной энергетики. Выксунский металлургический куст – это очень существенная часть нашей промышленности. В последнее время мы там освоили довольно-таки серьезные инвестиции, построили литейно-прокатный комплекс, наверное, один из самых крупных в Российской Федерации. Усадьба основателей завода «Братьев Барташовых» – одна из главных достопримечательностей в Эксе. Сегодня ее превратили в музей истории предприятия. Рядом другой памятник архитектуры – Белоснежная Христово-Рождественская Церковь. В окрестностях Выксы течет Ака. Пляжи на ее берегу – излюбленное место отдыха горожан. Сюда на выходные изредка приезжает и семья удачных. База отдыха, где супруги любят проводить знойные летние дни, тоже принадлежит металлургическому предприятию. Здесь поддерживают образцовый порядок. При этом вход на территорию бесплатный. Если Выкса считается одним из крупных металлургических центров страны, то закрытый город Саров – ее важнейший ядерный узел. В 1946 году населенный пункт у Саровской пустыни, некогда знаменитой православной обители, обнесли колючей проволокой и построили научно-исследовательский институт экспериментальной физики, в котором начались работы по созданию ядерного оружия. Спустя три года изделие РДС-1 было успешно испытано на Семипалатинском полигоне. Вскоре в Сарове запустили серийное производство атомных бомб, создавали их современные и более мощные модификации. Сегодня в Саров по-прежнему нелегко попасть, хотя православная церковь ратует за снятие ограничений, чтобы открыть доступ паломников к Саровской пустыне. Статус закрытого города в годы советской власти носила и столица Поволжья, туда не имели права приезжать иностранцы. На территории Нижнего Новгорода было слишком много стратегически важных предприятий. Многие из них работают и сегодня. Это такие гиганты, как Горьковский автозавод, который уже более 80 лет обеспечивает страну машинами для пассажирских и грузовых перевозок. С его конвейера в год сходят более 300 тысяч автомобилей. Кроме того, в последние годы появилось множество новых компаний, которые укрепили статус Нижнего Новгорода как крупного производственного центра. ГАЗ, например, почти не выпускает спецтехнику. На конвейере выгодно производить только крупные партии однотипных изделий, поэтому мелкосерийные машины вроде эвакуаторов или подъемников или автобетононасосов выпускают небольшие предприятия. Свои подразделения открывают в Нижнем Новгороде и транснациональные корпорации. Например, здесь создано самое крупное за пределами США подразделение Intel по исследованиям и разработкам. Здесь занимаются исследованиями в области высокопроизводительных вычислений, создают программные обеспечения, тестируют новые продукты и осуществляют поддержку компаний, внедряющих в производство продукцию корпорации. Большинство сотрудников – выпускники местных вузов. Мы имеем с ними соглашение по подготовке квалифицированных кадров молодежи. Занимаются этим несколько наших университетов, в том числе университет Лобачевского, технический университет имени Алексеева. Когда мы с ними встречаемся, они говорят, вы не переживайте, все в мире знают, что если надо решить не очень сложную задачу в области информационных технологий, надо обращаться в Индию. Если, говорит, посложнее, то в Китай, а если серьезную, эксклюзивную, то в России, в Нижний Новгорь. Область нуждается в разных специалистах, а привлечь их область надеется и за счет программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Здесь не останутся без работы каменщики, столяры, плотники, инженеры и врачи. Но больше всего востребованы учителя. Ирине Кунцевич еще до переезда предложили работу в нескольких школах, где требовались тренеры по плаванию. Она остановилась на той, что ближе к дому. Мне очень повезло в плане в коллективе. Очень душевно люди встретили, доброжелательно. То есть не было проблем, как бы я пришла сюда, в школу сразу, насчет работы узнавать, и директор школы сразу, здесь нужна была вакансия тренера, преподавателя не было. И она сразу же пригласила, говорит, да, да, давайте. У восьмилетней Полины Кунцевич тоже обнаружились способности к плаванию. Пока еще рано говорить, станет ли девочка олимпийской чемпионкой в будущем, но ее успехи уже вызывают у мамы-тренера нескрываемый восторг. Мне больше всего нравится брасом плавать. Ирина Кунцевич еще в Казахстане тренировала мальчишек и девчонок, которые добивались немалых успехов и занимали призовые места на соревнованиях как местного, так и международного уровня. До ее прихода в Кстовской школе плаванием занимались скорее для души. С приходом Ирины все изменилось. Планирую, что на следующий год мы начнем уже выезжать в Нижний Новгород на соревнования. Отбираем психологически таких стойких ребят. С учетом того, что региональный банк вакансий насчитывает более 25 тысяч свободных мест, поиск работы не выглядит особой сложностью. Но как решить жилищный вопрос, который встает перед каждой семьей, решившейся на переезд в Россию? В Нижегородской области строят больше полутора миллионов квадратных метров жилья в год. Причем почти две трети из них – это доступные по цене квартиры в малоэтажных домах. Есть и льготы для таких категорий, как врачи и учителя, работники в сфере культуры и спорта. Мы ввели для них так называемую социальную ипотеку. Когда мы оплачиваем половину первого взноса, это в районе 200 тысяч, 100 тысяч, безвозмездно. И дальше ежемесячно оплачиваем обслуживание этого ипотечного кредита около 10%. То есть каждому остается оплатить в районе 3,5-4%, что является по их зарплате сегодня экономически доступным. Тем не менее, в большинстве случаев решать квартирный вопрос переселенцы должны самостоятельно. Многие покупают жилье за счет денег от продажи имущества в той стране, откуда приехали. Если этого не хватает, оптимальное решение – ипотечный кредит. Цены в местных магазинах и супермаркетах Нижегородской области не выше, чем в других российских регионах. Булка хлеба – от 20 рублей, творог – около 240 рублей за килограмм. Десяток яиц обойдется примерно в 36 рублей. За килограмм курятины на рынке можно отдать 124 рубля. Минимальный набор продуктов стоит около 7 тысяч рублей на человека в месяц. Достаток у нас нормальный, хороший. Конечно, хотелось бы больше и лучше, но мы для этого стараемся. Нижегородская область предоставляет немало возможностей для семей с детьми. Елена Удачина без труда определила сына в детский сад, а сама устроилась туда же на работу. Оказалось, что там требуются воспитатели. Сейчас она не только занимается с детьми, но и совмещает должность контрактного управляющего. Руководит закупками продуктов питания, составляет сметы и готовит план хозяйственной деятельности. Тут пригодилось ее знание бухгалтерского учета. Восьмилетняя Лариса школьные каникулы проводит на ипподроме в Бериндеево. Она только что освоила езду рысью и в восторге от лошадей. Любовь к этим сильным большим животным не охладела даже после того, как девочка по неосторожности упала со скакуна. К счастью, раны быстро затернулись. По большому счету, хобби детей и их родителей зависят от благосостояния семьи. Удачины за первый год жизни в Нижегородской области объездили ее вдоль и поперек. Посетили родину Ильи Муромце, прогулялись у стен древнего Нижегородского Кремля и даже посетили Москву. От нее до столицы Поволжья всего 4 часа езды на поезде. Несмотря на то, что многое после переезда пришлось начать с нуля, супруги не жалеют о том, что выбрали Нижегородскую область. Я очень довольна, что оказалась на родине. Знаете, в 40 лет я заново начала слышать, как поют птицы. Вот идешь утром на работу, с машины вышел, и прямо пение птиц. Я уже этого давно не слышала. Связывает свое будущее с этим благодатным краем и семья Кунцевич. Вместе с ними в Нижегородской области нашли свое счастье тысячи соотечественников. Многие создали новые семьи, построили успешную карьеру. А кто-то, приехав издалека, лишь делает первые шаги по этой земле и с надеждой смотрит в будущее. Таких людей с каждым годом становится все больше. У них разная судьба, разные взгляды на жизнь. Но всех их объединяет одно. Здесь они заново обрели родину. Здесь они нашли дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова